Здравствуйте, друзья! Как приобщить ребенка к театру? Как правильно подобрать спектакль для определенного детского возраста? И как правильно прививать правила посещения театра? Сегодня на эти вопросы в нашей программе помогут ответить актрисы Севастопольского театра юного зрителя, заслуженная артистка Севастополя Елизавета Бессакирная и актриса театра Людмила Костелова. Здравствуйте, уважаемые гости! Рады встрече с вами сегодня в нашей студии. Действительно, очень интересные вопросы, которые, я думаю, волнуют многих родителей. Итак, что же необходимо для того, чтобы правильно подобрать для определенного детского возраста тот или иной спектакль, а спектаклей в репертуаре Севастопольского тюза очень много самых разных. Как сделать так, чтобы повести ребенка на тот спектакль, который ему понравится, доставит удовольствие и чему-то еще научно? Про первый поход в театр можно рассказывать очень много. Ребенка необходимо подготовить, естественно, к походу в театр. Если он совсем маленький, год-два, у нас такое случается, что совсем маленьких малышей приводят в театр. Конечно, с ним надо провести определенную беседу, если он поймет. Рассказать, что мы идем в театр, что театр отличается от кинотеатра, что это не мультики, что это живое действие, как-то с ним поговорить. И проще всего, конечно, подготовить. Это почитать сказку, на которую вы идете, ну или рассказать, что будет в сюжете этой сказки, как-то с ним поговорить на эту тему. Потом есть еще такой момент, что ребенку нужно, наверное, предложить красиво одеться, чтобы он чувствовал торжество момента, чтобы это было как праздник, что он идет не просто куда-то, не просто в садик, а на праздник. И тогда, конечно, ребенок будет чувствовать себя совершенно иначе, он себя будет вести иначе. А насчет подбора спектакля, который нужно посмотреть ребенку в этот момент, потому что не все дети выдерживают, разные есть дети, разный возраст, и в разном возрасте они по-разному все воспринимают. Проще всего посмотреть афишу нашу на сайте. И у нас там есть обозначение. Есть 0+, плюс 6, 8+, 12+. Естественно, ребенку годовалому, двухгодовалому, ему не подойдет. 6+, ну, идите на 0+. Это у нас веселый гном и бука, красная шапочка, мишкины шишки, город клоуна пика. Есть очень много таких спектаклей. Ну и почитайте отзывы. У нас же в интернете очень много отзывов. Можно почитать и понять, на какой спектакль лучше пойти ребенку в первый раз. Что касается самых маленьких, вы сказали, что даже в один годик в этом возрасте приводят ребят в театр. Вообще не рано ли в таком возрасте ходить в театр? Потому что, ну, не секрет, это может раздражать или зрители, потому что ребенок в таком возрасте очень беспокойный, он может начать плакать, кричать из-за этого, какие-то проблемы, в том числе и у вас, у артистов, потому что это тоже мешает вашей работе. Я могу сказать, как мать двоих детей, не рано. Другое дело, что, конечно, родители, ну, далекие от профессии, да, не такие, как мы. Понятно, что наши дети растут в театре с рождения. Родители, не имеющие отношения к театру, должны смотреть на темперамент своего ребенка. И, конечно, если они в первый раз ведут в театр такого маленького ребенка годик, даже два года, даже иногда три года, то для первого раза я бы советовала покупать билет не в первом ряду, не во втором, не в третьем, а желательно где-то подальше, но даже если это в середину, то рядом с выходом, с проходом. Потому что в любой момент ребенок сможет, ну, может начать себя, ну, если не, там, как-то не захочет уходить, да, ну, может быть, просто очень активно воспринимать. Ну, если это, и нужно смотреть, если ребенок просто устал, да, капризничает, это одно дело. Конечно, нужно его, дать ему отдохнуть. И, с другой стороны, нужно уважать, конечно, зрителей, которые сидят рядом, смотрят спектакли, и родители должны понимать, что если их ребенок мешает смотреть, и это даже не связано с его какими-то положительными эмоциями при восприятии спектакля, то, конечно, его обязательно нужно попросить выйти и побыть с ним в фойе, либо, да, может быть, совсем не уходить, просто передохнуть немножко, чтобы он этот переизбыток эмоций полученных немножко в себе пережил, и они осели. И, конечно, очень часто бывает у нас на спектаклях, что родители приводят, ну, хотят порадовать своего ребенка, естественно, мы все их любим, хотим самого лучшего для них, покупают билет в первые ряды, и когда ребенок начинает вести себя шумно, ну, по любой причине, потому что он еще не готов к такому продолжительному просмотру спектакля, по разным причинам, то тут начинается борьба внутри этого родителя, сколько денег он заплатил, и теперь ему надо уйти. Да, конечно, в данном случае нужно ставить психику своего ребенка и окружающих на первое место, и актеров, потому что, как вы уже сказали, совершенно верно, это очень мешает актерам, и дальше спектакль не может продолжаться уже в правильном направлении, потому что переключаются на ребенка все, которые привлекают к себе активное внимание. Для самых маленьких какова максимальная продолжительность спектакля? Минут 45, да, у нас идет. 40-45, Мешкины шишки, наверное, у нас. Мешкины шишки. И Гуси-лебеди. Гуси-лебеди. Вот эти спектакли у нас совсем для самых малюток, хотя у нас позиционируется как ноль плюс, не хочу быть собакой в спектакле, и веселые гномы, и бука. Да, интерактивные. Все-таки, наверное, для первого похода и для детей, которые вот именно ноль плюс, наверное, для первого раза нужно сходить либо на Гуси-лебеди, либо Мешкины шишки. Это такие простые совсем истории, которые каждый родитель может рассказать своему ребенку очень коротко, ясно, доступно, прежде чем повезти его в театр. И история будет знакомой, и ребенок, находясь в зале, будет понимать все, что происходит. Но даже если они не ознакомят его с этой историей, он и так все поймет, потому что там все просто, по-доброму и понятно для малышей. Давайте поговорим подробнее о правилах посещения театра. Елизавета, вы сказали, что обязательно нужно что-то красивое надеть, предложить ребенку красиво одеться и сказать, что ты идешь в необыкновенное место, там тебя ожидает праздник, и поэтому ты должен выглядеть праздничной. Кстати говоря, вот эта традиция, она, к сожалению, стала утрачиваться с годами. Взрослые тоже, особенно у нас здесь на юге, могут прийти в шлепках, в шортах, в майках. И почему-то, к сожалению, это стало становиться нормой. И с попкорном. Да, вот что касается еды в театре. В Тюзе нет буфета? Нет буфета, нет. Лучше, конечно, ребенку не предлагать покупать попкорн, жвачки, конфетки и все остальное. Я думаю, что на 45 минут он может обойтись без всего этого. Ну, максимум водичку, потому что действительно бывает жарко, бывает иногда ребенку хочется попить. Но чтобы максимально не мешать зрителям, которые вас окружают, и актерам, которые на сцене. Потому что мы слышим шорох бумажек, открывание там всяких бутылок. Мы это все слышим, и это категорически нам мешает, и мешает остальным зрителям, всем. Да, лучше воздержаться от еды в театре, в принципе. Ну да, и с другой стороны, сам ребенок отвлекается от происходящего на сцене. Конечно, нужно обязательно покормить ребенка перед тем, как везти его в театр. Потому что голодный ребенок не сможет в любом случае воспринимать какое-то продолжительное время, любое. А есть еще такой лайфхак. Можно сказать, а после театра мы пойдем с тобой в кафе, и ты поешь там мороженое, или что там они сейчас любят, гамбургеры. Но это, я могу сказать, не всегда проходит. Потому что иногда ребенок начинает ждать этого момента, и весь спектакль не смотрит на сцену. А скоро закончится, а скоро мы пойдем мороженое есть. Ребята все разные по темпераменту, и от возраста это зависит. Да и вообще человек уже появляется на свет со своим характером, со своим темпераментом. Вот если идет спектакль, если это не какая-то интерактивная работа со зрителями, с юными зрителями, когда вы сами включаете их в игровой процесс, они же по-разному реагируют. На отрицательных героев реагируют какими-то криками, тем, что тоже как-то может мешать работе артистов. Родители в этот момент что должны делать? Они должны осекать ребенка, если вдруг, по их мнению, он не вовремя начинает кричать, или злиться на какого-то отрицательного персонажа, и слишком ярко выражать свои эмоции по этому поводу. Такое часто бывает. Не знаю, я бы сказала, что если ребенок выражает свои эмоции даже очень ярко, но они соотносятся с тем, что происходит в данный момент на сцене, наверное, не стоит его осекать, и это может привести к тому, что ребенок зажмется и вообще перестанет. Это как-то можно сказать, ну как-то выражать. Можно ему тихонечко сказать, давай потом расскажешь. И, конечно, после спектакля обязательно нужно обсудить с ребенком, что вызвало эту эмоцию, почему он так отреагировал. Даже если он не сможет это объяснить, то как-то для себя он, может быть, внутри, ну словами не сможет сформулировать, но для себя он что-то, наверное, оставит, что произошло, как-то проанализирует происходящее. А по поводу других реакций детей, которые, наверное, не очень уместны в театре во время спектакля, например, ребенок может встать, ну устал сидеть, или ему очень нравится то, что происходит на сцене, он хочет подойти посмотреть поближе, или пойти потанцевать с актерами, то, конечно, такие реакции нужно обязательно пресекать. Бывает у нас на спектаклях, когда дети встают с мест, подходят к сцене, родители думают, ну ничего страшного, он же не на сцену полез, как бы все нормально. Но это очень, во-первых, это отвлекает актеров, отвлекает всех зрителей. И что самое главное, родители это многие не понимают, это очень опасно для ребенка. Потому что во время спектакля может произойти все, что угодно. Даже если это по ходу спектакля не подразумевается, то какие-то, ну как бы сказать, нештатные ситуации, да, все-таки нахождение возле сцены опасно. И родителям это нужно знать и прям следить за тем, чтобы их дети ни в коем случае не подходили к сцене, если их туда не приглашают. Даже к сцене. Не то, что уж я не говорю о том, чтобы забираться на сцену, как тоже иногда бывает у нас. Вы сказали о том, что обязательно, ну желательно, да, не обязательно, желательно познакомиться с тем произведением, по которому поставлен спектакль, рассказать эту сказку или прочитать ее. Но ведь после окончания спектакля, после просмотра, тоже ведь обязательны беседы. Ребенок должен поделиться своими эмоциями, рассказать, что ему понравилось, что нет. Очень часто бывает такое, ну посмотрели, забыли, да и пошли кушать мороженое, все. Конечно, это очень важно. Перед спектаклем надо тоже обсудить, что на сцене, в театре, вы увидите совсем не то, что я прочитала, да, детки. И после спектакля у нас даже есть книга отзывов, можно с ребенком в фойе не уходить, поговорить с ним. Это прямо в фойе обсудить и сказать, а сейчас мы твои впечатления увековечим в книге отзывов в театре, и все это записать. И у нас родители это практикуют, очень часто мы видим, что даже детской рукой написан отзыв, и ребенок своими словами выражает свои эмоции и говорит, что ему понравилось, что ему не понравилось, может быть. И мы все это как бы берем в учет, мы все это учитываем. Нам это очень нравится, вот обратная связь, она существует, и она должна быть соответственно, конечно. Работа с детьми — это, ох, какая непростая работа. У каждой из вас, наверняка, были какие-то свои особенные, интересные случаи при общении с ребятами. Что можно вспомнить сейчас? Что запомнилось за годы работы с нашей дневной аудиторией? Я могу сказать, наверное, у меня был случай, можно так сказать, в начале моей творческой деятельности в ТЮЗе, но это, наверное, самые яркие воспоминания до сих пор они у меня. И когда мне задают подобные вопросы, что я помню, что запомнилось больше всего при работе с детьми, это воспоминания. У нас был спектакль «Раз ромашка, два ромашка». Я там играла зайца. И там была сцена, когда уже волк украл… — Ёжика. — Ёжика, да. Значит, заяц с медведем пошли его спасать. Сначала заяц, заяц первый. И заяц находит записку, волк, чтобы обхитрить зайца, заманить его к себе, написал записку, которая висит, большая такая, посередине сцены на дереве. Сам волк прячется за деревом, а заяц, ну, то есть я, перед деревом. И заяц прочитывает эту записку, и у меня длинный монолог, терзание. Я боюсь, но мне надо, что мне делать? Прям такой чуть ли не гамлет. И был спектакль, как у нас называется, «Заделка» на школьников. Набился полный зал начальных классов. И когда пришел момент, мне, значит, терзаться, так сказать, прочитав эту записку, я напоминаю, что волк все это время сидит за деревом, чтобы меня поймать. Я прочитала, поворачиваясь в зал, и говорю что-то типа, «Что же делать? Где же волк? Где мой этот друг Ёж?» И тут весь зал начинает орать, «Да, волк!» А у меня вот столько текста. И это был ужас, это мой кошмар, который до сих пор во мне, потому что я понимаю, какой я идиот в глазах детей, потому что они мне пять минут оруют, что вот сидит волк, а я его не вижу, и продолжаю им в глаза какую-то бургу нести. И понимаю, что этот текст я сократить не могу. Во-первых, я еще слишком молодая и неопытная, и не знаю, как это сделать правильно, чтобы быстро перейти к следующему событию. А во-вторых, как я вообще могу сокращать текст, ведь это святое. И, в общем, куча мыслей. Это был ужас, я скажу вам. Но текст все-таки был произнесен до конца. Никто его не слышал, потому что все слышали только «Там, волк!». Но я с чистой совестью доиграла эту сцену и пошла дальше, туда, куда указывали мне дети. А у меня была история такая, ну, забавная. У меня была поклонница. Она приходила на все спектакли. Маленькая девочка очень меня любила. Почему-то они с бабушкой даже оставались после спектаклей. Мы с ними разговаривали, они меня звали. У нас такая иногда бывает практика, что вот если очень зрители хотят, мы к ним выходим. И каждый раз они ко мне приходили и говорят, а вы будете в «Гусях-лебедях»? Я говорю, конечно, буду. Но мы придем. В общем, девочка приходит, а я баба Яга. И девочка меня не узнает. И весь спектакль, они в раздумьях, где же наша актриса. И после спектакля они подходят к администраторам и говорят, вы нас обманули. Там нет этой актрисы. Мы же ее ждем, а не сейчас она к вам выйдет. А я уже сняла брови, у меня страшный грим, там сняла брови. Переоделась, выхожу. Она говорит, так вот ты где была? Я говорю, а была баба Яга. Как? Она была в какой-то, у нее был когнитивный диссонанс, конечно. Но она все-таки потом говорит, ну, видишь, я говорю, я для тебя уже стала обычной актрисой. Ну, это же все сказка, ты же веришь. Да, да, я поверила, что там ты была баба Яга, а здесь ты просто Лиза. Вот такой был случай. Лиза, Людмила, и завершая беседу, давайте пригласим всех зрителей, родителей, их детей на спектакль Севастопольского театра юного зрителя. К слову, сезон откроется через месяц, да, 25 августа, насколько мне известно. Тем не менее, билеты уже можно приобретать. Совершенно верно. Мы приглашаем всех зрителей с детьми и взрослых наших зрителей, любителей театра. И, может быть, тех, кто еще не был у нас ни разу, обязательно приходите к нам в этом сезоне. И в следующих вас ждет очень много интересных спектаклей, в том числе премьер, которые мы с радостью вам покажем. Да, приходите на все-все-все наши сказки. Мы делаем это все с большой любовью. И, конечно, ждем встречи с вами. А что нужно делать в театре и как себя вести, мы сегодня вам об этом, собственно, рассказали. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Напомню, что сегодня у нас были заслуженные артистки Севастополя Елизавета Бессакирная и актриса Севастопольского тюза Людмила Костелова. Благодарим, друзья, за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире и в театре. Редактор субтитров А.Семкин